Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. У нас есть такой ресурс, сайт библейский, православный, во свете Библии. Самое ценное, это вот вопросы 4104 и ответы. Сейчас мы идем в шестой папку берем, вера. Вот что такое вера? Это разбираемые вопросы, которые мне задавали, когда я вел занятия в университетах, школах, милиции, воинских шестях и трерадиопрограмм. А трудно сказать, у меня эта небольшая часть сохранилась, и мы их разделили тут по группам. А их было намного-много больше. Только в одном университете я вел занятия 18 лет. 18 лет, а там студентов 21 тысяча. Вообще удивительные времена были. Сегодня все по-другому. Дальше. Считаем. Вопрос 911. Третий том открытым оком. Открытым оком. Называются у меня книги. Их 33 тома. По 752 странице. Мы знаем много случаев, когда люди обращались из разных вероисповеданий в православную веру. Но были ли случаи обратные? Когда люди, познавшие истину православной веры, обращались в лжеучение. Если были, то почему? Это мы, кажется, не читали, не? Ответ. Депутат Государственной Думы, священник Полосин, принял магометанство. У меня на это одно объяснение. Он был просто неверующим и таким и остался. И пошел ради каких-то выгод. Я в это просто верю. Он работал вместе с отцом Глебом Якуниным. Кажется, Вячеслав его звать Полосин. Теперь я вижу, какая щетина. И такой вид у него, и такой уже тюбетейка надел. Видимо, обрезался. Но не обрезан он бы не был. Каким-то он не стал богословом. То есть, даже смотреть, это неприлично. Познавших истину православия вообще очень мало. И чтобы из них кто-то перешел в другую веру, таких единицы. Могу дать объяснение по каждому конкретному случаю. Такие были в нашей общине. Эти люди были мучены в открытую демонами. Их явлениями. Или же не имели никакой веры. И все держалось на одном обмане. Таких было только два человека. А остальные не желали трудиться, смиряться. И если бы не было московской патриархии, они бы так и не перешли бы ни в какую другую веру, а просто ушли в мир. Что и случилось с ними. Но они это преподнесли сами себе в шуршащей обертке. Перехожу в московскую патриархию. Мимикрия кончилась. Они потерпели полный крах. Веру потеряли. Библия оказалась забытой и заброшенной. Духовные глаза ослепли. Они раз в год на Пасху могут прийти в любой храм, исповедаться и причаститься, живя в гнусном разврате. Они потеряли веру. И их трагедию безверия московской патриархии признает как героический поступок. 1 Иоанна 2.19 Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. О Боже, дай мне в воле силу, ума сомнений и умертви. И я следу во мрак могилы при свете веры и любви. Мне сладко по Твоей грозою терпеть и плакать, и страдать. Молю, оставь одну со мною Твою святую благодать. 1851 Никитин. Как звать его? Иван. Савич, Сава отец. Савич. У Виталия Устинова сын Сава. Хорошее имя. Вопрос 4042. 30 том открытым оком. Согласны ли вы с исследованием, почему русские люди так скоро потеряли веру, хотя и называлась Русь святой? Ответ. Самые главные причины никто не называет, а видят очень многое и тонко исследуют. У меня нет никаких дополнительных наработок. Я не придерживаюсь никаких концепций, но абсолютно уверен, что причины краха указаны в Библии. Люди были совершенно не просечены Писанием. Все было так, как и ныне. Монастыри, чудеса, мощи, торжественные богослужения, крестные ходы. И нигде не приучали к исследованию Слова Божия, благовестию. Всех до единого. Никогда не было никакой святой Руси. Все это выдумка от дутого самомнения. Вот размышления катакомбного епископа. Кавычки открыты. Шлю тебе обещанное, друг мой милый. Это письмо посвящаю выяснению общих причин столь уродующего нашу жизнь неверия. Разумеется, что мы неверие понимаем, как неверие Господу Иисусу Христу и Его Святой Церкви. Но всем сердцем, всей душой, всем помышлениям веруем и исповедуем, что только Господь Иисус Христос есть путь истина и жизнь. Что Он есть второе лицо Святой Троицы, воплотившееся ради нашего спасения. Что Он своим крестным подвигом искупил весь грех человеческий. И что мы к нему прикасаемся только в созданной им Церкви, где только преподается благодать Его всем требующим. Другую какую-нибудь веру мы не можем признать верой спасительной и дающей знания истины. И поэтому нас интересует только то неверие, которое отрицает спасение в Церкви Христовой. И таковое неверие, Его восстание против Христа и Церкви, мы признаем самой величайшей болезнью нашего времени. И кому дорога вера Никио-Цареградского символа, тому чрезвычайно важно выяснить причины современного неверия и столь быстрого его расползания по лицу всей земли. Безусловно, первопричины всему сокрыты в промысле Божьем. А промысел Божий неисповедим человеческим конечным разумом. Мы знаем, что когда придет Сын Человеческий судить людей, то едва ли найдет веру на земле. Таков его промысел, и он нам непостижим. Поэтому мы не можем судить о тех причинах того неверия, какое будет в конце века сего. Такое неверие будет попущено Господом так же, как будет попущено появление Антихриста и его страшная разрушительная деятельность. Хотя христианство, говорит один апологет христианский, может сделаться мировой религией и может собрать в пределы церкви самых отдаленных варваров, но будущее, которое нам предстоит, есть полное внутреннее отчуждение массы народа от христианской веры и в заключении открытое отпадение от нее. Не единство, но раздвоение религиозного и естественного сознания, не брак, но развод церкви и гражданского общества есть исход мировой истории. Люторд. 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 Другой же Люторд это. Но это не Лютор, а Люторд. Люторд. Кроме причин неверия, зависящих исключительно от божественного промышления, есть причины, в которых можно признать виновными и самих людей. Святой Максим Исповедник говорит, что главных причин всякому неверию, исходящих от человека, три. Первая из них – невежество, отсутствие знания истины. Вторая – страсти человеческие. Третья же – приписывается демонам и их злой работе. В наше время невежество часто прикрывается видом учености, а страсти, владеющие человеком, оправдывается всевозможными благородными причинами. Например, гордость оправдывается защитой своего достоинства, причинением человеку зла, каким-то безвыходным положением причиняющего зло, гнев, ярость – священным долгом щене-неприятелю, сребролюбие – старостью, болезнями, воспитанием детей и даже желанием благотворить. Демоны же для губительства душ теперь всегда принимают образ Ангела Света. Но можно утвердительно сказать, что если нам встретится какой-нибудь неверующих, если мы будем внимательно рассматривать его неверие, то всегда найдем в душе его один из указанных нами высших возбудителей этой ужасной болезни, или же все. Неверие у каждого возбуждается или невежеством, или страстями, или демонами. Иногда все эти три возбудителя неверия действуют в одном человеке, так сказать, комбинированно. Иногда такой человек испытывает на себе мучительство тьмы, язвы страстей и горечь послушания демонам. Если мы пригодимся к такому неверию, которое так усердно распространяется в наше время, то непременно столкнемся со злой волей пропагандистов неверия. Таковая злая воля будет еще одной большой причиной исследуемой нами болезни. И таковая злая воля для достижения своих целей пользуется теми тремя возбудителями неверия, о которых мы упоминали. У злых распространителей современного неверия нужно заметить одну характерную особенность. Они принимают все меры и дозволенные, и недозволенные, для того, чтобы заградить всем душам в ход православную церковь. Здесь, воистину, тончайшая дьявольская хитрость. Мы знаем, что без благодати христианин не может быть христианином. Если желаешь жить по-христиански, пишет епископ Феофан, то взыщи благодати. Минута, когда снизойдет благодать и сочетается с твоей волей, будет минута рождения жизни христианской, сильной, твердой, многоплодной. Путь к спасению. Москва, 1899 год, страница 17. Но где можно найти благодать Святого Духа помимо Церкви Христовой? Ты, Петр, и на всем камне я создам Церковь мою, и врата ада не одолеет ее, и дам тебе ключи от Царствия Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Матфея 16, 18, 19. Помимо Церкви нельзя узнать истину Христову и обрести благодать спасительную. В день Пятидесятницы на учеников Господа Иисуса Христа снизошел Дух Святой, и с этого часа началась Церковь Христова на земле. Смотрите, Деяния 2 глава. Как только утвердилась Церковь Христова после сошествия Святого Духа, тот час апостолы начали привлекать людей в Церковь для спасения. Первым начал проповедовать апостол Петр, говоря, «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Деяние 2.38. В первый день своего существования к Церкви Христовой присоединилось душ около трех тысяч. Деяние 2.41. С этого дня Святая Церковь начала приумножаться. Деяние 2.47. Вот это общество, получившее в Сионской горнице многоразличную благодать Святого Духа, и есть истинная Церковь Христова. Об этой Церкви говорит Дух Святой, что она есть столб и утверждение истины. 1 Тимофея 3.15. Кто может отнять у людей мрак невежества? Через чье посредство люди могут успешно победить все свои страсти? Какую силу отгонят они от себя все демонские прирожения и обольщения? Пусть эти люди взыщут благодати Христовой в Церкви Его. Но вот тут-то и встречается главное препятствие для подавления неверия крепкого и утверждения в вере истинной, спасающей. Как трудно сейчас человеку, серьезно думающему о своем спасении, найти Церковь Христову и воспользоваться ее благодатными дарами. Как будто враг все предусмотрел для того, чтобы благодать Святого Духа никто не мог получить. Видимую Церковь Христову Он стер с лица земли. Вместо нее устроил подделку Церкви, где воцарился сам и где смеется адским хохотом над теми, кто входит в эти кавычках Церкви. И кто там чает себе очищение и освящение? Как я уже упомянул, первая причина неверия есть невежество. Корни невежества у духовного в том, что люди, страдающие им или не хотят духовного просвещения, или же не могут найти могущего просветить. Последнее обстоятельство очень приложимо к современному неверию. Когда все истинные священники Божьи изъяты из обращения, истинные Христовые никто не учит и Слово Божие прочесть не может. Продолжительное состояние души во мраке невежества дает еще более страшное заболевание, которое можно назвать бесчувствием сердца. Таковой больной теряет всякий интерес и вкус к истине. Ему приятнее даже пребывать во тьме, чем искать свет непреложной истины. Не забудем мы еще того, что теперь невежество наслаждается искусственно через так называемую литературу, книги, газеты, через школу и так называемую ученых, так называемых докторов всяких наук, которых справедливо было бы назвать докторами мракобесия. Невежество, прикрывающееся ученостью, самое горькое и опасное невежество. Неверы ученые обычно очень развязно и очень непренебрежительно говорят о предметах веры. Эти люди с великой гордостью говорящие о темноте верующих не исследовали и даже совсем не знают писаний и трудов о христианстве и церкви. Здесь нужно упомянуть, что все научные опровержения предмета веры ныне заимствуются лишь из старинных атеистических книг и главным образом из той вонючей клоаки, которая устроила после себя великая французская революция. Нового в этом отношении ничего не придумано. Против Христа Господа опять выдвинуты только те тезисы, которые выдвигали по Евангелию. Еврейские книжники и фарисеи. Наглость таких кавычках научных истин и положений подкрепляется еще и тем, что опровергать то их ведь некому. Да и такое опровержение уводит опровергающего в места не столь отдаленные. В наше время самых чудовищных понятий человеке и боги утвердилось такое положение. Если человек почитается ученым, например, если такой человек хирург или инженер химик говорит, что бога нет, то ему непременно нужно верить без всяких возражений. И верить ему нужно только потому, что он ученый, хотя иногда и не может грамматически правильно написать заявление о переходе на другую работу. В наше время один за другим являет себя миру новые спасители и избавители. Никакой науки никогда не пробовавшие которые и сущность веры не потрудились понять. Говорили, что Лев Толстой стал нападать на церковь от «парения гордого дворецкого ума». Ныне, оказывается, для вражды на доследие Христова не требуется и парение и вообще как будто бы здесь разум не требуется. Уж очень напоминают все эти новоявленные благодетели рода человеческого того красноармейца, о котором рассказывал нам известный профессор Иван Павлов. Всемирно прославленный своими исследованиями в области физиологии профессор Павлов был человеком глубоко религиозным и даже церковным. Каждым утром отправляясь на занятия в институт он останавливался около паперти любимого им храма и сняв шляпу продолжительно молился. Однажды, когда он таким образом благоговейно устремлял свой дух к Богу, мимо него проходил здоровые краснощеки 22-летний красноармеец. Остановившись около молящегося профессора, красноармеец подбоченился и, придав лицу самый серьезный вид, произнес «Эх, старик, какая же темнота, какая же темнота, посмотрю я на тебя». Такие красноармейцы с величием и пренебрежением смотрящие на христиан находятся везде. Их много и в среде новых врачей, инженеров, учителей и студентов. Попробуйте с такими господами говорить об истине. Тогда вы встретите такое высокомерие и презрительность, о которых не мечтал и пилат, сказавший некогда «Что есть истина?». Замечательно еще то обстоятельство, что ученики неистовствуют против веры больше, чем их учителя. Теперь можно вывести такое правило. Чем человек меньше учился, тем больше знает, что религиозных предметов на свете не должно существовать. Один профессор мне рассказывал о том, как у них в вузе веру сочли ненужной для культуры. Для этого там устроили собрание, где большинство голосов вынесли постановление о вредности веры для культуры. Старейшие профессора на этом собрании протестовали против такого постановления и говорили «Ведь уж если кому говорить о вере от лица науки, то приличнее говорить нам, старым преподавателям, но не ученикам». Кавычки закрыты. Разумеется, такие протесты не имели никакого результата. Постановление о вредности веры было напечатано. Как Бог будет судить людей искусственно поддерживающих духовное невежество в простых душах? Конечно, если распространитель невежества отличается густой глупостью, каменновидной тупостью, то суд Божий к нему снисходителен. Мы видим, что заблуждения «ученых» и малоученых бывают сознательные и несознательные. Примером несознательного заблуждения может хорошо служить путаница ученых с теорией о происхождении мира и жизни в нем. Кто рассматривал сочинения ученых передовых стран по этому поводу, тот может видеть, что искренне ученые в своих взглядах все больше приближаются к библейскому сказанию о происхождении мира, хоть иногда и несознательно. А в кавычках ученые, сознательно идущие против истины, всегда заведомо прибегают ко лжи и подделкам. Эти в кавычках ученые не изинтересованы в познании истины и служении ей. Цели их учений другие. Цели их учений и изучений и учений другие. Сознательно и искусственно поддержать на земле невежество, запутать пути к истине и осмеять истинную веру. Таковые, конечно, не могут рассчитывать на милость Божию, когда им придется дать ответ о своих земных делах нелицемерному судьи. Теперь мы еще часто встречаемся с невежественной пропагандой безбожия и злого неверия. Мы знаем диспуты антирелигиозные, где вопрос о существовании Божьем решался голосованием с поднятием рук. Не поднявших рук убеждал это сделать начальник милиции. Нам известны еще такие методы антирелигиозной работы, как, например, пускание в церковь во время богослужения множество галок и ворон. В 1925 году в одном селе моей епархии комсомольцы решили, что хорошая антирелигиозная агитация будет в том, если они на крыльце дома священника сделают уборную. Темные люди, посланные бороться с верой и возмещать безбожие, возвещать, наверное, часто расходятся во взглядах. Один из них в своих лекциях допускает то положение, что Христос был на земле, другие же опровергают это. Такие расхождения пропагандистов неверия послужили причиной выработки за правилами антирелигиозной пропаганды одного обязательного для всех стандарта. Приказали везде возвещать и проповедовать, что Христа вообще не существовало. Но могут ли такие стандарты быть убедительными? Эти методы религиозного оглупления лживы и неубедительны. И поэтому за правилы борьбы с христианской верой ищут других средств отвлечь людей от церкви и от дума смысла жизни. Физкультура, в особенности футбол, кабаки на каждом шагу, все это методы борьбы с христианством. На одном антирелигиозном диспуте один безбожник восклицал «Я прочел всю Библию и ничего в ней не понял». Теперь же чтение Библии безбожниками считается «Так все?» «Ясно», говорят они. Вот таким образом теперь утверждается страшный мрак невежества. До сих пор я говорил о невежестве науки и невежестве просвещения. Хотелось бы упомянуть еще о возрастающем невежестве русской деревни. Если бы ты видел современное деревенское невежество, то какие бы пролил слезы? Каким светом она теперь живет? Храмов нет, а если где и открыт, то он мало утешает, ибо люди распознают безбожие служащих в таких храмах. Кто научил теперь деревенских жителей добру и правде евангельским? Богущие научить изгнаны, вымерли или попрятались. Какой-нибудь духовной книжечке негде там заимствовать. Люди и рождаются и умирают без церковного напутствия. Еще к этому нужно добавить, что деревенские безбожники свирепи и развязни расправляются с верующими. Рассказывали недавно, собрались люди как-то в одной избушке помолиться, и сразу явился к ним паренек в неприлично рваных штанах. Явился и с гордым видом заявил, что должен прочесть верующим антирелигиозную лекцию и рассеять их мрак. Хотелось бы здесь упомянуть еще о невежестве самоуверенности, в особенности в среде зеленой молодежи. Эти самоуверенные люди наружный вид имеют такой, что как будто бы разумели и постигли они все тайны жизни. А на самом деле такой человек находится в беспросветной темноте, слепоте и рабстве. Чем же объяснить, что такие люди очень желают установить свое происхождение не от Бога, а от милой им обезьяны. Ведь совершенно ясно, что они таким обезьянам происхождением гордятся. Я помню оструемный ответ, данный Луначарскому на диспуте одним из верующих. Луначарский в течение двух часов убеждал там слушателей, что они потомки обезьян. Кавычки открыты. Что же, мы не будем спорить долго, сказал ему этот оппонент. Пусть будет так. Вы утверждаете, что происходит от обезьяны, а мы веруем, что нас сотворил Бог, спорить не будем. Только условимся о том, что каждому из нас свои родственники ближе известны. Часто мне приходилось беседовать с представителями так называемой новой интеллигенции и всегда приходилось убеждаться в их гордой невежественности. Я часто видел на лице своих таких собеседников стыд от незнания самых элементарных научных и философских положений. Я много видел у невежественных людей гордости, чванства и высокомерия. И когда видел эти грустные черты, то вспоминал слова Христовы. Наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Иоанна 16,2. Здесь мне бы хотелось спросить так называемых ответственных работников московской патриархии. прежде 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 патриарх и его синод. Считают ли они себя ответственными за разлившееся море духовного невежества? Ведь они присвоили себе ключи разумения и начальство над душами русских людей. Ведь они мнят, что ведут паству русской церкви. Куда же они ее ведут? В управлении московской патриархии есть даже какой-то просветительный отдел. Кого он просвещает, если не считать маленькой группы комсомольцев в духовных академиях и семинариях? Какое просвещение несет московская патриархия в своей деятельности? И самое главное, неужели они забыли, что для слова Божия нет уз? 2 Тимофей 2.9 И что дал нам Бог духа не в боязни, но силы и любви и целомудрия? 2 Тимофей 1.7 Письмо 8. Причины неверия. 1 Цар 15.23 Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство и противление тоже, чтоб и дало поклонство за то, что ты отверг слово Господа и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. 1 Цар 12.14 15. Если будете бояться Господа и служить Ему и слушать глаз у Его и не станете противиться повелениям Господа и будете и вы и Царь ваш, который царствует над вами ходить вслед Господа Бога вашего. А если не будете слушать глаза Господа и станете противиться повелениям Господа, то рука Господа будет против вас, как была против отцов ваших. Дальше. Сегодня день проповеди слово его не ставили столетия во главу угла. Без Библии все мишура и гола, благая весть под купол не взошла. Без проповедующих тьма тысячелетий страну объяла, утопала в пьянстве, здоровых нет, духовные калеки обречены по улицам валяться. И не додумались повсюду разослать из проповедников дивизии, полки и роты, традиции, обряды взвалили на осла и все, что есть Евангелию против. Инициативных стражей истребляли, ловили и гонялись попы, архиереи и после этого болта это морали, под ризами тяжелыми давным-давно сопрели. На исповеди надо бы дознаться, кто промолчал о подвиге Иисуса. Того считать ненужным и опасным, из храма гнать, они ж поди Петрахиль суются. Всех разослать на проповедь, как в притче, по улицам, дворам и пьяным закоулкам, попам, монахам, подовец остричься и благовестие считать обыденным поступком. Задача всех, синода, патриарха, гонцов послать во все концы вселенной. В пыли валяются ненайденные драхмы, иконы, мощи, все суета-сует и тленно. 24-е, 10-е. Еще проходим. Да, 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 сейчас. Избей, аккуратно, аккуратно. Вопрос 3357, 20-й том открытым оком. Апостол Павел призывает стремиться к почести Вышней. Но где этот критерий? Ясно, что это святые, но что нужно для того, чтобы не то, чтобы быть канонизирован, но быть бы подобным им? Ответ. Такой призыв был тогда, когда ни о какой канонизации и речи не было. Ибо любая канонизация есть антиевангельский вызов правосудию Божия и превосхищение сута Божия. Филиппийцам 3.13-14 Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божьего Христа и Иисусе. Впереди Павел говорит о полном отречении от своих плотских преимуществ, от всех прелестей мира ради познания Христа, чтобы староверческая и монашеская праведность даже не путались под ногами. Он все возложил на жертву единородного Сына Божия, что Он ответил на Голговском кресте и даром даровал спасение, оправдав раз и навсегда, стих 9, и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через верого Христа, с праведностью от Бога по вере. Если человек говорит все, 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 я досчитаю, иди, запускай Глушкова. Если человек искренне принял Христа спасителем и будет совершать дальнейший жизненный путь с максимальной отдачей, как на стадионе спортсмен, чтобы быть первым, то непременно будет со Христом в вечности. Подражать нужно тем, кто слышал голос Духа Святого. Выполнял его повеление и был далек от Духа лжи. Только что пришел из Покровского собора знакомый, рассказывая, что разговаривал с иеромонахом Августином в рождественскую ночь, который пожаловался, что знаний не хватает. Ему предложили ходить на занятия по изучению Библии. Батюшка спросил, кто ведет занятия. Когда даже услышал, что Лапкин, он тут же выдохнул. Гордый сектант. И ведь ни разу не встречались с ним. Из моих книг читал ли что? Скажешь, что он так слышал, так научен. Согласен. Но тогда где же вера в Бога и водительство Духом Святым? Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Если скажешь, что он имеет Духа Божия, то как же он может верить лжи и распространять ложь? И даже рождественская служба со своим архиереем его нисколько не подвигло к истине. Как же он может с этим Духом лжи жить, спать, есть, молиться и причащаться? Значит, полное и совершенное покинутое с Духом Божиим. Я вопросительный ставлю здесь знак. А откуда это? Третья сар 22-22. Он сказал, я выйду и сделаю с Духом лживым в устах всех пророков его. Господь сказал, ты склонишь его и выполнишь это. Пойди и сделай так. И не один же такой Августин здесь, а почти 99,9% с их архиереем вкупе. Но если такой Августин сегодня будет убить кришнаитом, то его вполне могут канонизировать, хотя дух лжи так и остался в его сердце, в душе и в устах. Это же такое сподобится заложить монастырь, это уже ступень канонизации, хотя ни одного намека на такую канонизацию нет в Библии. Строится царство попово-монахов. Нужно просить Бога, чтобы не быть похожим на них, а быть похожим на первых христиан, которые у верого Христа несли благую весть по всему земному шару. Первое Коринцам 4.16 Посему умоляю вас подражайте мне, как я Христу. Тем, кто любит Христа, верит, что он явился в мир, родился Дева Мария, им уже уготован венец славы от Бога и Еговы. Второе Тимофея 4.8 А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день он и и не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Тем, кто не проповедует об имени Иисуса, кто не подражает апостолам и другим благовестникам вообще подражать не повеленно, а значит они весьма сомнительны для спасения. Тогда мы считаем Евреям 13.7 поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие и взирая на кончину их жизни подражайте вере их. Тихотворение Пороскинь-ка умом, где община и дом, где мы будем совсем не в гостях, если знаем, сподобимся, значит дойдем, не запутались в интерсетях, есть подумать о чем и кому преклонить, жизнь бесцельную не ошибиться, он слезинки сотрет с почерневших ланит, свое имя обрящешь там в списках, Пороскинь-ка умом, если разум есть в нем. Кто мы были и кто мы те есть и кто теперь есть? Никогда не бываем одни, но вдвоем, а второй обречает мой крест. Страшно, страшно подумать, что мог быть слепым, оказаться безверно слепым атеистом, и тогда ничего, лишь надмене дым, по наклонной к могиле склониться. Пороскину умом, хоть ума не палата, но, смотря на соседей и их молодежь, быстро в стенях паду, буду ахать и плакать, почему же ты их, как меня, не найдешь? Было много утрат и потерь целых лет, зряшно глупо и в суе потраченных щедро, пороскину рыбакам стал в артели еврея Христа, пороскину куплеты, пусть строчки дуплетом отрифмованно бьют, освещая вопросы, я не против отдать композиторам спеть их, и пройдет этот стих словно баржа на тросе. И на этом все. Где-то ребята находят это все. Как-то я не сумел лучше сделать.